Как Астап Бендер, я знаю только одно, что ход Е2-Е4 не принесет мне никаких осложнений. Да, если бы он знал, что играет испанскую партию, он бы страшно удивился. Атмосфера в органном зале Краснодара сегодня чем-то напоминала межпланетный шахматный конгресс Васюках, о котором очень мечтал великий комбинатор Астап Бендер. В зале для классической музыки собрался весь свет краснодарских шахмат, от опытных мастеров до самых маленьких любителей игры на доске. Провести встречу с великим гроссмейстером планировали в шахматной школе, но желающих оказалось столько, что пришлось открывать органный зал. Некоторые даже почитали, если сложить весь интеллектуальный потенциал тех, кто собрался сегодня в органном зале, то получится суперкомпьютер, который сможет обрабатывать миллионы операций в секунду. Ну шутка ли, почти 200 человек, и каждый из них юный разрядник, призер чемпионатов по шахматам, кандидат мастера спорта и даже гроссмейстер. И все постоянно думают, просчитывают и анализируют. Внутри только что и разговоров о том, как понять, что наступил Эншпиль, о потере качества при выигрыше темпа и все-таки, какими лучше, белыми или черными. Все надежды юных любителей игры мысли устремлены на экс-обладателя шахматного Оскара. Многократный чемпион мира, гроссмейстер, великий, но не ужасный Владимир Крамник пытался объяснить, какой ход делать, чтобы встать на верный шахматный путь. Сколько книжек нужно считать, чтобы быть таким умным? Чем больше, тем лучше. Но вообще-то главное хорошие книжки выбирать, потому что книг много и в шахматах тоже. Никаких отвлеченных разговоров. Все о трендах в мире самой интеллектуальной игры. Для молодых шахматистов Владимир Крамник, как Криштиану Роналду для футболиста, практически последняя инстанция. Да еще и земляк вырос в Туапсе. Я иду к легенде, к чемпиону мира. Не каждый день такое можно увидеть, что чемпион мира в твой город приходит. Это интересно, хочется услышать ответы на вопросы, пообщаться. Прикольно. Для меня все чемпионы мира, кумиры. Краснодар Крамник приехал из Сочи, где сейчас в самом разгаре борьба за шахматную корону. Такой вояж гроссмейстер совершил ради популяризации на Кубани древней игры. Здесь откроется центр подготовки шахматистов. Эту идею Крамник с губернатором края обсуждали не один раз. Целая сеть школ, которая будет работать по единым стандартам. Главный офис в Краснодаре. Еще шесть филиалов откроют в Анапе, Сочи, Ейске, Новороссийске, Армавире и Славянске на Кубани. Я лично сам буду отбирать и тренеров. Буду приезжать иногда заниматься с самыми талантливыми детьми. Занятие будет бесплатное. Мы не можем, скажем так, отчислить какого талантливого парня, только потому что он не может платить. В планах такие школы должны появиться в каждом районе края. Проект амбициозный не только в рамках региона, но и всей страны. Соглашение о создании центра шахматной подготовки. Еще на инвестиционном форуме в Сочи подписали губернатор края Александр Ткачев и председатель Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. И уже на следующий день в школу записались 50 детей. Это еще раз подтверждает, что создание центра шахматной подготовки на Кубани – хорошая партия, сказал сегодня на встрече с крамником губернатор Александр Ткачев. Он один из первых поддержал идею организовать школу шахмат в регионе. Игра мысли в Краснодарском крае всегда была в топе. На Кубани еще в 80-х первыми в стране ввели в школах обучение древней игре. Наши кубанские спортсмены играют в национальных сборных и взрослых, и в юношеских. И, конечно, считаю, что на Кубани у шахматной школы, у наших шахматистов, есть будущее. И, конечно, наличие такого великого спортсмена, как вы, Владимир Борисович, безусловно, является большим стимулом. И то, что вы бьетесь за это большое дело, с нашей поддержкой, безусловно, я думаю, что это вовлечет все больше и больше жителей нашего края, естественно, молодых ребят. Наша школа будет уже не 6,5 тысяч, а может быть уже 12, а может быть 20 и так далее. Я думаю, что наша краевая федерация только будет этому способствовать. Ну и все мы будем рады. Вообще, мы позиционируем себя так, как спортивный регион. Наличие талантов, безусловно, у нас есть и в России в целом, и в нашем крае, особенно в шахматах. Но этого недостаточно, да, если есть инфраструктура, если есть квалифицированные тренера и возможность заняться, тогда можно действительно вырастить спортсмена мирового уровня и, возможно, чемпиона мира. Поэтому для меня это важный вот такой моральный проект. Я уверен, что мы поставим работу и за 2-3 года мы воспитаем очень высококлассных спортсменов. Первый набор в Центр подготовки шахматистов пройдет в сентябре следующего года. Уставать школа вряд ли будет, ведь желание поставить шах и мат появилось как минимум у тех, кто сегодня пришел на встречу с чемпионом мира. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.